Ну что, твои какие мысли? Будет представитель или нет? Да мне кажется, никого не будет, потому что они раз проиграли, смыслом приходить, просто нанимать, платить деньги, если знаешь, что проиграли. Нет, так это же их работник, тут нанимать-то не надо. Ну их юрист местный, скажем так. Мне кажется, отдельно что-то платит, скорее всего, за судебное заседание. Должны, конечно, сегодня завершить, я взял с собой флешку, если что, под ключом посмотрим. Просто если бы они сказали, что мы признаем, я бы не приобщал даже от этого видео ничего. Ну смысл, если мы прислали что-нибудь, что все признаете. Сейчас узнаем. Могут дурачка начать отвечать, что мы исковое заявление не получали, там ТТТ, типа, куда вы вручили и так далее. Мы вручили по месту совершения правонарушения нашего. В законе нигде не сказано, что мы должны вручать именно вот туда, именно так-то. Тем более, согласно закону защиты потребителей, я могу вручить вообще, даже до выбор кому, продавцу, поставщику, изготовителю. Не имеет значения вообще, кому я вручаю, претензию, иск и все. А там они уже между собой, потом будут разбираться. Я себе купил некачественный товар. Сейчас есть материал бомбический, я сейчас скоро подготовлю. Жду, когда женщина сбросит ролик. Как менты вымогали деньги. Короче, смысл в том, что мы остановили мужика, и говорят, типа, 80 тысяч, и мы на тебя протокол за пьянку за рулем не оформляем. То есть, освидетельствование. Засняли его на свой телефон, ну, для гарантии, да, и отпустили его домой за деньгами. Он домой пришел, жене сказал вот так и так. Она, телефон, выскочила, они там уже стоят, пасутся. Короче, там уже все вскипятились. Вот жду эти видео. Она мне по-другому рассказала историю, я записал. То есть, я опубликую. И посмотрим, что там по видео будет намонтировано, чтобы интересно было. То есть, вообще, видишь, обнаглели. Стали его запугивать, что якобы у тебя там судимость есть. Типа, мы сейчас в любом случае что-нибудь найдем. То есть, 80 тысяч. А он, дурачок, вместе с женой вышел, и они на него оформили протокол. Ничего себе. Вот. И в итоге, что они сказали? Что типа... Ну, когда тебе это заявление подали, сообщили, что вымогают деньги, эти менты. Они такие, типа, он сбежал от нас. То есть, они забрали у него права и отпустили домой. Он сел на автомобиль, поехал на автомобиль без прав, без ничего. Они потом поехали к нему, чтобы там, это денежки сразу же взять у него. В итоге решили, типа, мы за ним гнались. Так, если вы гнались, у вас регистратор, по рации должны сообщаться. Ну, то есть, сказки сочиняют. Приехал там какой-то большой начальник. И он говорит, типа, ну, короче, будем возбуждать уголовное дело. Типа, мы на втором месте по России, а это, ну, где-то там юг, там, где коррупция вообще процветает. Так, говорит, будем, типа, привлекать. Я сейчас прямо напишу, чтобы не дам. Да, вообще что-то не мог помочь. Сейчас поду спрошу только. Что говорят? только это зовут тут сказал что они что они же не могут в одно и то же время два дела рассматривать в одного тоже судьи я не хочу что переносилось сейчас на речи переносить они пришли не пришли доказательное выносит заочное решение да и все конечно уходить то 10 раз у нас 31 сушил от полу 23 по каппадокию что-то есть да надо смотреть мне желаете купить себе мама его вот ноте пускаем сегодня есть блокнотик кто что-то записывать все это будет или все купить чтобы тебя лежало все записывать хочу записывать 2 из кого все подала да ну а петерочку не подавал учебу да там какой-то ролик забыли сфоткать но это мы забыли сфоткать все скажу где мы будем где ручки где там сейчас по папкам раскидал я сегодня не спал капец что ты делаешь то я не знаю что то не спалось нифига потом дома надо себя чем-то делал эти шутся смотрел листов на смуты хитвайк с учетом и времени это не спишь взял и подал исковые заявления легко говорить раскидался вчера с человеком я подготовил исковую заявление при этом я сказал что как бы его подавать не надо а мне там перезвонил и все записала все ему объяснил он все понял говорю ну тебя эксперты просто кинули туфту написали потом они поняли что написали туфту и такие тенты начинает его обвинять там короче смысл в том подрядчик построил дом и и есть недостатки один один из недостатков пар изоляция там не так как сделано он обратился экспертную контору они сказали что до нарушение там определенных норм вот он подал претензию за экспертизу заплатил на все как положено оплатил юридические услуги на тут через этих товарищей которые такие вот так непонятно не до юристы какие-то в итоге он написал претензию и сделали ответ хорошо что я не подготовил иски мы не подали и ответ читаю но все красиво молодцы все написано грамотно написано все доводы разбиты ну ему потом объясняю так и так игру сделай то 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 он сделал запрос в эту экспертную организацию то экспертная организация горит что типа ну типа вы нам потому что вы нам расчет не предоставили поэтому мы вот так вот написали а там определенной норме они до конца убрали там определен короче пароизоляция может быть размещена между слоями этого теплоизоляции но в случаях там когда определенный расчет делается и точка расы находится он там то там то есть нужно делать расчет так он и обратился те же нам на месте видели как находится пароизоляция значит они должны были сделать этот расчет и сказать так все-таки соответствуют вот это исполнение пароизоляции но вам или нет заплатил деньги они неправильно да то есть они ввели заблуждение то есть если он подал иск он бы проиграл бы иски плюс еще пришлось возмещать судебные расходы но надо ему то все объяснил мы до понимаем ли но пиши претензии этому экспертной организации посмотрим что он ответит судиться с организацией он к ним обращается чтобы они дали экспертное заключение соответственно провели все расчеты они ему в ответ пишут вы нам расчет не предоставили поэтому мы туфту написали как а смысл то так вам обращаться вы должны были расчет сделать откуда он знает нужен расчет не нужен расчет обычный потребитель и держу вот и где да так другой я иск просто переделал много же тоже блин я вам к заплачу деньги только вот я не могу под этим мискам подписаться там бред написан я уже с этим разговаривал кто-то ты их составлял все мы уже вместе там все ну типа ну сделайте исправьте игрушку свечу исправьте вам чур учитель школьник вас тут всех исправлять деньги платить и буду исправлять смысл исправлять пошунова написать в итоге написал новый исход подал сейчас через газ правосудие ждем но подал то теперь говоришь толку нет чего толку нет подавать это другое дело сейчас рассказываю так между хрена и ты сказал что не будешь брать нет это старые все то все старые это вот висят понимаешь умешь есть дела которые точно так же производство приостановлено помнишь по дтп ролике я делал продавлено все должны провести экспертизу и все тишина она уже деньги нашла вы готова заплатить за экспертизу ничего не происходит чего у нас не основательного выгощения вот это надо делать надо посмотреть там народ три месяца как бы не прошло уже от обжаловать срочно меньше я вещи здесь есть это месяца 2 ну ты говоришь на срочно срочно готовить на магазин и никуда не убегут все эти пятерочки там подобное все растягивается а потом вот я возьму неделю будем как сходили ты должен ролик положил ролик и продолжили нет мы сначала сходим неделю собираем весь материал потом я сажусь и неделю этот материал окультуре вы делаю ролики делаю и выкладываем для ну подавать здравствуйте что у вас есть поясните относительно тех требований которые высказаны в исковом заявлении все четко указано значит имеется у меня собой флешка здесь оригиналы видеозаписи непрерывной видеозаписи то есть два файла один файл как мы заходим в магазин идет непрерывная до покупки товара который просроченный оплаты все 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 потом делается перерыв мы вручаем второй фрагмент когда мы вручаем уже исковое заявление ну вот это все делаем возврат вот соответственно это можно просмотреть в виде вот этих двух файлов а можно просто вот видеоролик этом нарезала на который я ссылаюсь на ютубе чтобы не приобщать вот просто я думал что если они признают данное событие то есть продажу просрочки что принципе очевидно то как бы и нету смысла приобщать эту видеозапись да то есть здесь и сам видеоролик который смонтирован из этих двух файлов и исходники но это для того чтобы открыться там у кого-то есть вопросы возникнут там по монтажу что-то вырезанными выражена то есть вот у меня картридер и флешка на 16 гигабайт ну понятно что там меньше вот обозрить ее вот мы исходим из того какая существует судебная практика понятно что она в разных регионах разница и есть даже что среди судьи того же самого суда она разница мы взяли цену скажем так стоимость которую средний между теми случаями которые мы знаем вот знаем что по карелии поминов николай вот в отношении него взыскивают суды там 3000 из санкт-петербурга знаем там 8000 взыскивает ность вот такие вещи в отношении нас вот допустим судья ленинского района 500 рублей за эпизод взыскала что конечно нас вызвало но возмущение как бы недогадование но считаем что 500 рублей конечно это не отражает ну вот исходим из того что 5000 это оптимальная сумма с учетом цен какие расценки все остальное то есть что такое 500 рублей в наше время 5 минут перерыва для подготовки технической возможности и лечения материалов которые заберем флешку теперь же на компакт диски перепишу просто не когда мне было у меня на ноутбуке записывать все устройства перекидывать туда-сюда гонять это паспорт увидел не паспорта гоня а дальше их кучу флешек накупить но небольших по объему в качестве судебных расходов вы оставляете стати да вот как раз будем куда ходить до 8 гигабайт закупить их когда недели будет я куплю высота там какие-то крупные там вся 4 гигабайт это все там же зло будет получим на каждую отдельный чек товарную на каждую кучку нужно приобщаться с проблемами она в деле остается вверховный суд давал разъяснение на эту тему что если права нарушены если установлен сам факт нарушение прав потребителей этого одного факта достаточно для того чтобы взыскивать компенсацию морального вреда в настоящее время размер компенсации морального вреда определяет суд вот факт нарушение прав потребителей очевиден он установлен то есть продажа просроченного товара считаю что иск подлежит удовлетворению прошу суд взыскать компенсацию морального вреда в разумных пределах я считаю что сумма в размере 5 тысяч достаточно разумная потому что ну штрафы скажем так за реализацию просрочки они гораздо больше по юридических лиц я считаю что для имущественного положения ответчика это незначительная сумма вообще капля в море для моего доверителя я думаю что это сумма компенсирует его скажем так отношение к данной ситуации продажи просрочки очень много людей которые нас поддерживают в частности и дениса анатольевича в его общественной деятельности считают что он делает полезное дело выявляет просрочку соответственно если магазин и не наказывать там рублем либо еще как-то то и никакого результата не будет вот в данном случае он занимается именно тем не просто выявляет просрочку приняли решение все-таки наказывать рублем потому что иначе они не реагируют на настоящее время конечно на нас они стали лучше реагировать потому что но мы уже не первый скажем так даже год выявляем эти замечания вот но хотелось бы чтобы они не только на нас реагировали реагировали и на других покупателей и все-таки после того как мы посетили магазин просрочки не было потому что мы неоднократно будем приходить те же самые магазины если будет просрочка опять появляться этих магазинах будем повторять всю эту процедуру пока они не будут работать нормально потому что их аргумент о том что у них не хватает работников это неправда я неоднократно привожу в пример магазин магнит на театральном 8 то есть и в предыдущих судебных заседаниях мы как бы было у нас дело в ленинском районном суде рассматривалась приводил этот магазин то есть это зависит не от того сколько работников а зависит от руководителя магазина то есть всем добросовестно относится если он устраняет просрочку если он нормально реагирует на замечания то соответственно и к магазину другое отношение вот благо сейчас нам не хамят в данном магазине как вы видите все прошло гладко и мягко других магазинах ну даже недавно там и охрану нас на нас вызывают и обвиняют нас и в вымогательстве и в оскорблениях и в чем только не обвиняют ну там естественно мы будем сумму больше заявлять компенсация морального вреда но у меня все прошу взыскать 5000 рублей не знаю я намекну что-то рублей я намекну что 500 это мало тысяч полторы на 3 0 ты думаешь полторы ты я думаю 500 500 или 5 не canon или пять рассмотрел открытым суде и восстанетик гражданское дело офицеры мастерова внесем органира очист ai на официй тангра по застанен комиссии мор puppy защите прав потребителю higher голосу сетями 194 199 дinterpret 592 235 237 гражданского официального кодекса российской фенерации утрешил и исковые требования и масса не оттурч jump сынeld о сц?!?! ко 동хни part three � tengan торт over scott Super Частично взыскать с акционерного общества «Тандр» ИННН 231-03-1475, пользу Маса Тенису Анатольевичу, паспорт 47. Компенсацию морального вреда 3000 рублей, штраф 1500 рублей. Ну, видишь, я угадал. А я имел в виду 5000 в том месте, не забыл про штраф. Штраф еще. Слушай, ну это флирует. Ну вот, ну говорю, вот, как у Пиманова, как у Пламинова. У них по 3000 взыскали. Поразительно. Поразительно. Ну все. Кажется, начало положено. Ну да. Смотри, 3000. 4,5. Сейчас судебные расходы. Ну, в 60, конечно, мы не сможем заявить, это понятно. Одно судебное заседание, но 20-ку, я думаю, по-любому выставим. Так, нам надо. Так, судебные расходы нам надо заявить, доступ к принюзу законную силу, правильно? Нет, в чем? А, после вернее. Это не имеет значения. В течение трех месяцев с момента вступления законную силу. А все вступят? Нет, мы можем и сейчас заявить, это не проблема. Просто это можно сделать в рамках рассмотрения дела, а можно вы заявить отдельным ходатайством. То есть это тебе не ограничивает, ты можешь это сделать хоть сейчас. Ну, я поражил, это приятно. Там мы полгода судились, полгода мы судились и получили 500 рублей. Денис, смотрят наше видео, я же сколько раз высказывался, и про то, что сроки тянут, и то, что такие маленькие суммы. Все, выключай, да? Да.